Северский район горит. Лесные пожары начались на прошлой неделе. Первыми единичные возгорания зафиксировали в районе Планческой щели, и за несколько дней пожар распространился по всей лесной предгорной зоне. Множественные возгорания зафиксированы со спутниковых камер в районе горы Собер. Несмотря на меры, предпринимаемые в тушении, огонь продолжает распространяться по всему хребту подножия, опускаясь к станице Убинской. В самой Убинской с пятницы круглосуточно дежурят пожарные расчеты. В поселке стоит дым и смог, который из-за особенностей ландшафта не выветривается. Выходные жители станицы начали выезжать за пределы населенного пункта. Тушат пожар работники администрации, главы поселений, казаки и добровольцы. В районе введен режим чрезвычайной ситуации. В поселениях на границах с лесным массивом организовано круглосуточное дежурство. Сотрудники полиции ограничивают посещение леса населением. Выставлены патрули по направлениям движения станицы Убинской, Григорьевской, Ставропольской, Калужской, Крепостной, села Шабановская и поселка Планческая щель. Идет круглосуточный сбор информации о складывающейся обстановке. В режиме готовности находится Северское ЦРБ. Несколько дней, начиная с пятницы, администрация поселения, добровольцы, казаки, местные жители, неместные жители, лесники, пожарные спасатели ликвидировали последствия очень крупного пожара в окрестностях станицы Убинска. Разгоралось то там, то здесь, то на Малом Убине, то в районе первые щели рядом с горой Собер. Люди местные фиксировали эти возгорания, мы выезжали и тушили огонь с помощью подручных средств, с помощью специальной техники. Слава Богу, в данный момент все очаги локализованы. Надеемся, что после контрольных обходов уже будет понятно, что больше разгораться ничего не будет. На сегодняшний день в тушении пожара задействовано более 300 человек, 55 единиц техники. Тушат лопатами, хлопушками, граблями, там где есть возможность подходит специализированная техника. Тушат пламя не только на земле. 9-10 ноября администрация района для ликвидации огня задействовала вертолет Ми-8. Общая площадь, пройденная огнем, по данным Северской единой диспетчерской службы, составляет более 99 гектаров. Горное место с непроходимой для пожарной техники. Самый эффективный способ борьбы с огнем в данном случае – ранцевый огнетушитель или бытовой опрыскиватель. Очень специфичные действительно условия. Горная местность, пересеченная. Доставка воды к месту огня затруднена. Приходится работать специальными лесными огнетушительными, ранцевыми, которые распрыскивают воду. Ну и, конечно, очень далеко ходить за ней просто. Физически достаточно тяжело. Очень большую помощь оказали местные жители. И, кроме этого, наше казачество, конечно, тоже, как всегда, помощь администрации большую оказала. Активное участие в ликвидации возгораний принимают жители района. Надежда Перескокова из станицы Северской узнала о случившемся через социальные сети. Решила, что ее помощь будет не лишней. Поэтому отправилась на тушение пожара самостоятельно. Всех желающих помочь доставляет к участкам тушения на специальном транспорте. Со вторника начались пожары в азовском сельском поселении. Администрацией принимаются все меры по тушению пожаров. Пожары очень сложные. Пройдя вокруг по несколько километров, возвращаясь назад, происходит опять возгорание, потому что настолько сухая листва и настолько сухая подстилка там под листвой, что происходит по новой все возгорание. Хотелось бы мне поблагодарить людей, которые принимают самоотверженно участие. Я хотел бы обратиться поблагодарить молодежь станицы Убинская, которая уже три дня в количестве 22 человек вместе со своими детьми участвует в тушении пожара. Дети подносят воду, все дружно выезжают. Сегодня только я им дал отбой для того, чтобы они не помогали. Тушить пожар сложно. Практически ежедневно очаги возгорания локализуют. Из-за того, что в лесу находится слишком много сухой листвы, она может самовозгораться там, где огонь потушен. Кардинально изменить ситуацию сможет только дождь, которого не было на Кубани более двух недель. Сухая жаркая погода, по данным метеорологической службы, продлится до 24 ноября. Андрей Котовский, Руслан Лов, Павел Фисатиди, телерадиокомпания «Атаман». 10 ноября в России свой профессиональный праздник отметили сотрудники органов внутренних дел. В честь людей в погонах в Доме культуры станицы Азовской прошло праздничное мероприятие. «Солдаты России, держав, генерал! Вы словно святые в военных делах! Порою нетливо храните покой! Солдаты России, земной вам поклон!» В этот день со сцены прозвучало немало слов поздравлений в адрес сотрудников полиции. Сотрудники органов внутренних дел всегда занимали достойное место в решении общепосударственных задач. Наша служба – образец мужества и выдержки. От профессионализма, служения закону зависит стояние всего общества. Хочу пожелать всем нам, чтобы оперативная обстановка в районе всегда была стабильной и спокойной, что позволяло бы нам всем больше времени уделять своим семьям, родителям, друзьям, чтобы жить и радоваться жизни. Искренне желаю всем крепкого здоровья и мирного неба над вам. Уважаемые сотрудники правоохранительных органов, по поручению Адама Шахметовича Джаима, поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем полиции. В вашей профессии не бывает случайных людей. Не каждый способен посвятить свою жизнь службе, день и ночь охранять спокойствие обычных граждан, быть гарантом безопасности для жителей нашего района. Ваш самоотверженный труд и верность долгу укрепляют законность и порядок на родной земле. От всего сердца желаю сотрудникам крепкого здоровья, семейного благополучия, любви и понимания близких, мира и добра. Спасибо за службу. С праздником! Для виновников торжества 10 ноября – обычный рабочий день. Многие из них отмечают праздник на посту. Но немало представителей правопорядка нашли время, чтобы посетить мероприятие. В честь праздника заслуженные награды получили лучшие сотрудники отдела МВД России по Северскому району. После официальной части мероприятие продолжилось концертом. Праздничное настроение сотрудникам внутренних дел дарили лучшие творческие коллективы Северского района. Меркурий совершает транзит. В понедельник ближайшая к Солнцу планета оказалась между Землёй и нашим светилом. Уникальное астрономическое явление можно наблюдать в телескопы со специальными солнечными фильтрами. Планета выглядит как крошечная чёрная точка. Впрочем, астрономическое шоу будет доступно не всем. Все пять часов наблюдать транзит смогут в США, Канаде и во всей Центральной и Южной Америке. В Европе и Африке явление увидят частично. А вот в Азии и Австралии транзит Меркурия видно не будет. «Чтобы можно было увидеть транзит, Меркурий и Земля должны выстроиться идеально. Если посмотреть на орбиту Меркурия вокруг Солнца, она немного наклонена по отношению к орбите Земли». Диаметр Меркурия составляет 4800 километров, а Солнца – 1,4 миллиона километров. Через светило планета пройдёт по диагонали слева направо. «Меркурий намного меньше нашего Солнца. Когда вы будете наблюдать за транзитом, то Меркурий будет выглядеть как маленькая чёрная точка, которая движется через яркий солнечный диск. Чтобы увидеть транзит, вам понадобится телескоп. И не просто телескоп, а ещё и солнечный фильтр. В обычных очках для наблюдения за солнечным затмением его не увидеть». Хотя с Земли проход будет казаться медленным, Меркурий на самом деле вращается вокруг Солнца со скоростью 241 тысяча километров в час. «Меркурий очень маленький. Наши планеты земной группы на самом деле крошечные по сравнению с Юпитером или Сатурном. И Земля, если делает транзит через Солнце, закрывает менее сотни частей на миллион. Меркурий – ещё меньше». Следующий транзит Меркурия будет в 2032 году. А в целом за столетия это явление происходит всего 13 или 14 раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Что главное в семейных сбережениях? Надёжность, доход, простота. Облигации федерального займа для населения позволят сохранить и приумножить сбережения, инвестировав под гарантию государства. Приобретайте облигации в отделениях банков-агентов и онлайн. Подскажите, кто мне поможет рассчитать мою будущую пенсию? Вы сами можете. Теперь это несложно. Как? Зайдите в свой личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. В нём ваш страховой стаж и заработанные пенсионные коэффициенты. Умножьте их количество на стоимость и прибавьте фиксированную выплату. Это размер сформированной пенсии на сегодня. Но мне до пенсии ещё далеко. А как сделать её больше? Белая зарплата и большой стаж. Будет больше коэффициентов и выше пенсия. Пенсионный фонд России. Антитеррористическая комиссия в Краснодарском крае информирует. Терроризм – это угроза. Чем занят ваш ребёнок, пока вас нет рядом? Не думайте, что терроризм далеко и вас не касается. За год правоохранители края заблокировали доступ к 273 интернет-ресурсам, содержащим информацию террористического характера. Выявили 20 преступлений, связанных с деятельностью запрещенных в России экстремистских организаций. Не оставайтесь безучастными. Предотвратите беду. Редактор субтитров А.Семкин